Приветствую вас, поскольку вопрос ваш достаточно общего характера, то я постараюсь ответить на него максимально полно, но все же мой ответ скорее всего будет довольно общим, именно в силу того, что мало информации. Мало информации о вас, мало информации о вашем молодом человеке и вообще о ситуациях в целом очень мало информации. Значит, первое, что я хочу сказать. Ну, в принципе, вам уже задали вопрос о том, почему же, собственно, молодой человек от вас ушел и что нужно выяснить сперва, почему он ушел. Значит, это, я думаю, необходимо, но вы почему-то, вот не знаю, либо это вы проигнорировали как-то, либо не хотите отвечать, либо что-то еще. Я думаю, что помимо этого важно понять. Ну вот, молодой человек ушел. Сейчас между вами что происходит? Сейчас между вами есть какие-то отношения? Сейчас у вас есть связь, контакт и так далее? Чтобы молодого человека вернуть вам нужно наладить с ним максимально приемлемую для него форму взаимодействия так, чтобы он с вами общался, но общался на том уровне, на каком ему было бы комфортно. Для него, конечно. Далее. Вам необходимо для себя понять. Молодой человек ушел, потому что ему что-то не понравилось. А значит, вам нужно для себя по возможности сделать выводы относительно того, почему он ушел, и изменить твое поведение. Настолько, чтобы мужчина увидел, что вы осознали для себя какие-то моменты, что вы осознали для себя какие-то, знаете, какие-то события, какие-то важные детали, которые мужчине не нравились. Если вы не сделаете этого, то, боюсь, вам не имеет смысла его возвращать. Потому что молодому человеку вновь будет не нравиться то, что ему не нравилось, и вновь произойдет разрыв. Только каждый новый разрыв будет даваться вам все тяжелее. Это вот тоже не нужно забывать. И тогда мы с вами поняли, я надеюсь, что нужно определить, что молодому человеку не нравилось в вашем поведении, в вашем отношении к нему. Это очень важный момент. Далее. Следующее. Следующее – это выводы. Выводы. Выводы, которые вам желательно сделать из того, что мужчина не получал, что не удовлетворялось мужчиной с вами. И дать ему как раз-таки именно это. То есть главное не для себя понять, что мужчина не получал с вами, чего ему не хватало, и дать ему это. Не только то, чтобы изменить свое поведение, не только подкорректировать его, но и, простите, еще и, значит, поменять свое направление на мужчину. Наиболее частые причины подобных уходов в том, что мужчина, например, не чувствует себя желанным, мужчина, например, не чувствует, что, ну, допустим, что он нужен, что он ценится и так далее. Я не говорю, что это обязательно так. Я не говорю, что вы его обязательно, ну, не ценили. Но что-то есть, что-то доставило его уйти, и это что-то нужно найти, нужно идентифицировать, чтобы понять причину ухода. Ведь об этом-то вы по-цепи и не говорите. Ну а дальше общаться с ним нейтрально, спокойно, не требуя от него чего-то особого, чтобы расслабить его и в поведении, в своем поведении показать уже мужчине, что вы действительно, например, осознали для себя какие-то вещи, поняли для себя какие-то вещи и больше такого, например, делать не будете. Если в процессе своего поведения, если в процессе своего вот как раз модели своей стратегии поведения вы ему это покажете, если у человека остались к вам чувства, то, я думаю, есть все шансы для того, чтобы он к вам вернулся. Но нужно при этом также и понимать, что если человек ушел, значит он как минимум, посчитав, что вы без него справитесь, а если человек ушел, значит он как минимум подумал, что возможно, ну, вы проживете без него, и если так, то это можно разобрать. Ну, в известной степени, скажем так, в известной степени, это можно рассматривать как предательство, предательство вас, и вам нужно понять, что если вы его возвращаете, то вы отчасти делаете это потому, что он вам нужен. А, соответственно, в таком случае возникает вопрос, а почему мужчина вот настолько сильно вам нужен, что вы готовы его вернуть? Даже не смотря, например, на то, что он ушел от вас, на то, что он не хочет быть с вами сейчас, на данный момент и так далее. Получается, у вас в нем, в мужчине, я имею в виду в мужчине, очень большая, возможно, даже завышенная потребность. И очень может быть, что эта потребность как раз и мешает вам нормально позиционировать себя в отношениях. И чтобы это исправить, необходимо потребностную сферу, сферу ваших желаний, сферу ваших стремлений разгрузить до уровня, как бы, до уровня понимания того, чего вы хотите для мужчины, а чего вы хотите для себя. И вот это также поможет вам решить вашу данную проблему. То есть, поможет и молодого человека вернуть, и, по сути, себя. Надо немножечко лучше понимать, лучше понимать, чего вы хотите, лучше понимать, что вам нужно. Лучше отдавать себе счет в том, что вам нужно, для чего и почему, например, вы хотите получать то, что вам нужно, именно через мужчину, а не через, например, свои действия, свои поступки, свое поведение, свое поведение. Может быть, вы даже этого не осознаете, то есть не осознаете, что именно вы делаете. И тем самым подсознательно отталкиваете мужчину от себя. Потому что человек, он ведь чувствует, когда к нему относятся, например, как к средству, и ему это, конечно же, не нравится. На самом деле, никому не понравится подобное отношение. Так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Я бы рекомендовал дополнить свой вопрос более подробной информацией. Я рекомендовал бы вам провести пару личных консультаций с психологом, приватно. Ну, это уже, естественно, если у вас есть желание, если есть возможность. Пока на этом все. Если у вас остались вопросы ко мне, пишите в личку, буду рад вам помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго, желаю вам терпения, стойкости, понимания и успехов в познании самой себя. Всего вам самого доброго еще. Удачи! Нападал! Луч aun时. Удачи! На этом все.